Всем привет! Этим роликом я начинаю 8 коротких уроков для начинающих по работе с программой Final Cut Pro X, которые дадут вам базовое знание и возможность вывести свои видео на новый профессиональный уровень. Final Cut Pro X – это мощный инструмент для монтажа, созданный компанией Apple. На мой взгляд, ранние версии этой программы были чуть более интуитивными, но интерфейс этой версии стал более эргономичным и дает больше возможности работать именно с тем блоком, который нужен в данный момент. Вы можете скачать 30-дневную бесплатную версию и понять, нравится она вам или нет до покупки. Для удобства я разместил ссылку в описании под этим видео. Я работаю на Final Cut Pro X с момента ее выхода, а это около 7 лет назад, и у меня нет никаких особых нареканий. Итак, поехали! Урок первый – знакомство с интерфейсом. Главное окно Final Cut Pro X разбито на три рабочих зоны. Верхняя и левая – предназначены для организации ваших медиафайлов. Зона справа – для их проигрывания. Нижняя зона – непосредственно для редактирования и монтажа. Называется таймлайн. В самом левом верхнем углу – панель библиотек, где вы организуете хранение ваших видео, фото, звуковых файлов и событий. Обо всем подробно будет рассказано в следующих уроках. Сейчас здесь ничего нет. Давайте покажу, когда Final Cut Pro X заполнена медиафайлами и также имеется уже законченный проект. Справа от панели библиотек находится медиабраузер, в котором вы можете просматривать ваши видео и добавлять их в проект. Как вы видите, видео проигрывается в окне правее. Непосредственно из программы есть доступ к вашим фото, а также файлам в iTunes. Нужно нажать эту кнопку. Для выбора титров и анимированных фонов нажимаете здесь. Вы видите Titles – это библиотека титров, в том числе 3D. И Generators – я их для себя называю генераторы, из которых можно генерировать подвижные задние планы. Внизу на Timeline вы добавляете ваши клипы, можете менять их местами и редактировать. Как я уже говорил, в этой версии программы появились кнопки, позволяющие увеличивать тот блок, с которым вы хотите непосредственно работать, что дает возможность сфокусироваться на конкретном процессе или организации файлов, или редактировании. Вы можете сделать свой макет интерфейса программы и, соответственно, сохранить его. Нажатием этой кнопки открывается инспектор. Когда клип размещен на Timeline и выбран, то можно изменять размеры и добавлять различные эффекты. Чтобы увеличить инспектор, нужно сделать двойной клик на планку выше. Доступ к переходам и эффектам, которые можно добавлять клипам на Timeline, осуществляется нажатием кнопок на панели инструментов. Как их добавлять и изменять, я расскажу в следующем уроке. Когда ваш фильм готов, вы можете выгрузить его, нажав эту кнопку и выбрав из списка назначения. В предыдущем уроке мы познакомились с интерфейсом программы Final Cut Pro X. В этом видео мы узнаем, как импортировать медиафайлы, предварительно их просматривать и готовить к монтажу. Вы уже знаете, что в левом верхнем углу находится библиотека, library. В библиотеке вы храните события, events, которые содержат медиафайлы и проекты. Перед тем, как импортировать ваши файлы, лучше всего переименовать библиотеку. Кликаем на название и переименовываем. Допустим, праздник. Все библиотеки содержат список событий. Это папки для организации и хранения ваших файлов. Вы можете создавать сколько угодно папок событий, но для данного небольшого проекта достаточно одной. Если у вас уже есть видео, которое загружено на компьютер, и вы хотите добавить в программу, то мы делаем простую операцию и перетаскиваем файлы в программу. Вот, например, у меня здесь в папке есть видеофайлы, есть фото и есть звуковые файлы. Перетаскиваем. Ждем, когда часики закончат работу. Ждем, когда часики закончат работу. Так, все готово. При этом действии все ваши файлы копируются в библиотеку и вы можете удалить папку с файлами на компьютере. Файлы в браузе хранятся отдельно и вы можете вводить курсором мыши по ним и таким образом просматривать содержание клипа. Скиммер – это красная вертикальная линия, которая показывает в какой части клипа вы находитесь. Это очень быстрый способ просматривать видео, и если хотите начать просмотр с того положения, где находится скиммер, просто нажмите пробел. Чтобы остановить просмотр, снова нажмите пробел. Если вы кликните на значок пленки, вы можете менять размеры клипа. Чтобы увидеть осциллограмму звука в A-Form, кликните здесь. Если вам нужно больше информации о клипах, нажмите на этот значок, чтобы переключить браузер в такой вид. Это дает возможность видеть все метаданные клипа. Когда клип выбран, фильм виден в верхней части браузера. Нажимаю пробел, и фильм проигрывается. Нажимаем стрелку вниз, и проигрывается следующий клип. В следующем видео мы начнем процесс создания фильма. На прошлом уроке мы научились импортировать медиафайлы в программу Final Cut Pro X. Теперь давайте рассмотрим, как помечать ваши избранные клипы и переносить их на таймлайн. Выберите клип и найдите момент, с которого вы хотите, чтобы он проигрывался. Кликните и тяните курсор вправо до момента, где вы хотите, чтобы он заканчивался. После чего отпустите курсор. Как вы видите, часть клипа стала выделена желтым. После чего нажмите клавишу F. Обратите внимание, что на клипе появилась зеленая полоса, которая совпадает по размеру с желтым выделением. Это говорит о том, что выбранная часть клипа теперь является избранной, и вы можете позже использовать ее в своем проекте. Теперь я покажу еще один способ выбора части клипа. Введите курсор до момента, с которого вы хотите, чтобы клип проигрывался, и нажмите клавишу I. После чего введите курсор до момента, где вы хотите прекратить проигрывание, и нажмите клавишу O. Нажмите F, чтобы зафиксировать избранное. Если вы хотите выбрать все ваше избранное, нажмите эту кнопку наверху и выберите Favorites. Или то же самое можно сделать, нажав Ctrl F. Клипы, расположенные в Favorites, являются не полными, а именно частями, которые вы выбрали. Чтобы увидеть клипы целиком, возвращаемся назад и выбираем Hide Rejected. Итак, давайте начнем делать фильм. В левом углу делаем правый клик на планку события, и выбираем New Project. Новый проект. Называем проект, допустим, Logoped, и затем нажимаем ОК. Удерживая клавишу Command, выбираем несколько клипов, которые мы хотим добавить на таймлайн, и нажимаем эту кнопку добавления, или клавишу I. Чтобы видеть все клипы полностью на таймлайн, нажмите Shift Z. Вы можете нажать пробел, чтобы начать просмотр с того момента, где находится скиммер, красная вертикальная линия. Чтобы остановить просмотр, снова нажмите пробел. В нашем центре мы подходим к ребенку комплексно, в зависимости от его особенностей. С ребенком занимается логопед, дефектолог. Чтобы сделать фильм более смотрибельным, давайте добавим к интервью Елены Владимировны ролик о том, о чем она говорит. Отмеряем скиммером несколько секунд до слов, где она говорит с ребенком занимается, и кликаем один раз, чтобы зафиксировать головку проигрывателя. Выбираем в браузе клип занятия, любым из двух способов, о котором я сегодня рассказал, и нажимаем кнопку редактирования. Клип размещается сверху. Также добавляем клип дефектолог. Кликнув на клип, и затем на его край, и потянув его, можно укоротить. Посмотрим, что получилось. Для этого кликаем на серую зону до начала прикрепленного клипа, и нажимаем пробел. С ребенком занимается логопед, дефектолог. Пока не переживайте по поводу звука, об этом речь пойдет в следующих уроках. И по скриптум. Клипы можно добавлять на таймлайн простым перетягиванием. Вы знаете теперь три способа, выбирайте какой нравится. На прошлом уроке мы научились выбирать часть клипа, добавлять в избранное, а также размещать на таймлайн. В этом уроке мы посмотрим, как можно изменять клипы на таймлайн, чтобы улучшить наш фильм. Допустим, мы решили, что добавленный на таймлайн клип должен заканчиваться на другом кадре. Делаем клик на правый край клипа. Желтая скобка дает нам знать, что выбор сделан. Двигая вправо, мы добавляем кадры, увеличиваем длительность клипа. В окне проигрывателя мы можем видеть изображение и остановиться там, где мы решили. Появившееся окошко показывает, сколько кадров добавлено, а также общую длительность клипа. Переходим к следующему клипу. На мой взгляд, он слишком длинный и нет необходимости показывать его полностью. Делаем клик на серую зону над клипом, чтобы зафиксировать головку проигрывателя на место скиммера. Цепляем край клипа и подтягиваем, чтобы соединить с головкой проигрывателя. Для просмотра делаем клик на серую зону над клипом и нажимаем пробел. Чтобы отменить последнее действие, нажимаем Command Z. Есть еще один более быстрый способ изменить длительность клипа. Кликаем на серую зону в месте, где мы хотим, чтобы клип заканчивался. Нажимаем кнопку Trim и выбираем Trim End. Данную операцию можно также сделать нажатием клавиш Alt правая скобка. Конец клипа мгновенно перемещается в место положения головки проигрывателя. Давайте теперь посмотрим клип с интервью. Перед перечислением специалистов Елена Владимировна сделала вздох и сказала А, чтобы соединить фразы. С ребенком занимается логопед, дефектолог, специалист по развитию музыкально-двигательного тренинга. Давайте уберем это. Увеличим клип, нажав Command Plus, чтобы лучше видеть форму волн звука. В всплывающем окне инструментов редактирования выберем Range Selection и на клипе выбираем ненужную нам часть. Нажимаем кнопку Delete. У нас получился скачок, так как мы удалили часть видео. Как это замаскировать? В инструментах редактирования выбираем стрелку. В медиабраузере выбираем клип занятия, двигая курсор и глядя на появившееся окошко отмеряем 2 секунды. Нам нужна только видео часть этого клипа и не нужен звук. На панели инструментов нажимаем эту кнопку и выбираем Video Only. Потом нажимаем эту кнопку редактирования для размещения клипа на таймлайн. Для того, чтобы посмотреть фильм с самого начала, нажмите Ctrl-Shift и удерживая, нажмите кнопку I. Отлично! На следующем уроке начнем работать со звуком. На прошлом уроке мы научились монтажу клипов, а также как маскировать скачки между клипами при удалении части видео в интервью. Сегодня мы научимся добавлять музыку и устранять проблемы со звуком. Кликаем на эту кнопку на панели инструментов и в всплывающем окне выбираем слева вверху вот эту кнопку, чтобы увеличить осциллограмму звуковых волн. Увеличим размер клипа, двигая слайдер. Посмотрим ту часть интервью, где мы добавили клип с музыкальным работником. Звук музыки громкий и мы практически не слышим то, что говорит Елена Владимировна. Это очень легко поправить. Мы видим эту горизонтальную линию над звуковыми волнами. Просто кликаем на нее и тянем вниз до минус 20 дБ. Которые помогают ребенку в развитии их способностей, которые помогают ребенку социализироваться и адаптироваться среди взрослых и детей. Гораздо лучше. Мы можем сделать, чтобы звук музыки постепенно угасал. Кликаем на эту точку справа, чтобы появились стрелки в разные стороны и тянем влево на 17-20 дБ. Правый клик на точку дает возможность выбрать варианты угасания звука. Теперь давайте рассмотрим вариант монтажа, когда звук появляется раньше изображения. Ваше видео будет выглядеть профессионально. Делаем двойной клик на волны звука. Теперь мы можем работать со звуком и с изображением раздельно. Кликаем на край звуковой части клипа и тянем влево примерно на 1 секунду. Кликаем на точку слева и сдвигаем до начала клипа. Звук будет постепенно нарастать. Чтобы быстро убрать нарастание или угасание звука, выбираем Modify, в всплывающем огне Adjust Volume и затем Remove Fades. Чтобы быстро восстановить, выбираем Modify, в всплывающем огне Adjust Volume и затем Apply Fades. Давайте послушаем наши изменения. Идет развитие общей мелкой моторики, развитие голосовых вокалей. О, нет! 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 Нет, не конь! Отлично! Теперь мы научимся добавлять музыку. Кликнув на эту кнопку, мы получаем доступ к вашей библиотеке iTunes, а также к звуковым эффектам, уже предустановленным в программе Final Cut Pro X. Все, что помечено в Jingles, это музыкальные файлы, которые можно включать в ваше видео без каких-либо ограничений на авторские права. Добавляем музыку на Time Line простым перетягиванием. Устанавливаем головку проигрывателя в конец клипа. Быстро перемещать головку в конец клипа можно нажатием стрелок вверх и вниз соответственно. Выбираем клип, нажимаем Trim и затем Trim End. Слушаем. Музыка слишком громкая и заглушает интервью. В панели инструментов выбираем Range Selection и выделяем часть музыки примерно за секунду до начала интервью и до конца. Кликаем на линию и тянем вниз до минус 20 дБ. Движением этой точки можно увеличивать и уменьшать время угасания. Думаю, что наш центр справедливо называется Солнце, потому что мы практически из каждого ребенка делаем звук. Чтобы очистить таймлайн делаем двойной клик на звуковой клип. Звук все равно будет появляться раньше изображения, просто сейчас это скрыто. На следующем уроке мы научимся добавлять титры и переходы. В прошлом уроке мы научились работать со звуком, добавлять, изменять, а также делать переходы между клипами. В этом уроке мы научимся добавлять видео переходы и титры. Мы уже познакомились с Еленой Владимировной, директором детского центра Солнца. Теперь нам нужно представить ее. Идем в браузер титров и выбираем Low Thoughts в переводе нижний третий. Прокрутим и найдем папку Nature и выберем Left. Двигаем курсор для предпросмотра. Перетаскиваем титры на клип с Еленой Владимировной. Делаем двойной клик на титры и печатаем. Никитина Елена Владимировна. ДЦ Солнце. Кликав на край и перетянув укорачиваем титры. Смотрим. Думаю, что наш центр справедливо называется Солнце. Отлично. Теперь добавим переход. Выбираем правый край клипа сверху. Из меню Edit выбираем Add Cross Dissolve. Затем двигаем переход до нужного нам размера. Смотрим, как это выглядит. Можно социализироваться и адаптироваться среди взрослых и детей. Давайте добавим другой. Открываем браузер переходов. Заходим, допустим, в категорию Movements. Двигая курсор, можно просматривать переходы. Выбираем переход Page Curl. И перетягиваем его на место соединения клипов. Смотрим, что получилось. Нажав Command и кликнув на переход, видим, что в окне проверителя появился инструмент для изменения направления и изгиба страницы. Если открыть окно инспектора, то можно изменить цвет страницы и радиус загиба. В Final Cut Pro X очень много предустановленных переходов. В этой версии программы добавлен еще один очень полезный переход. В четвертом уроке мы удаляли ненужные звуки и получился скачок, потому что было также удалено видео. Мы знаем, как это замаскировать другим клипом. Но с этим переходом все гораздо проще. Выбираем клик, делаем правый клик и выбираем Disable. Или можно было просто нажать клавишу V. Теперь присоединенный клип больше не проигрывается. В браузе переходов идем в категорию Dissolves и выбираем переход Flow. Перетаскиваем его в точку скачка между клипами. Смотрим. В нашем центре мы подходим к ребенку комплексно в зависимости от его особенностей. С ребенком занимается логопед, дефектолог, специалист по развитию музыкально-двигательного тренинга. Скачка больше не видно, потому что этот переход заполнил утраченные кадры. Супер! Ну и наконец, самый последний клип фильма. Кликаем на край клипа и нажимаем Command T, чтобы добавить переход. Корректируем музыку, смотрим. Думаю, что наш центр справедливо называется «Солнце», потому что мы практически с каждого ребенка делаем звезды. В следующем уроке мы научимся добавлять эффекты. На прошлом уроке мы научились добавлять в наше видео переходы и титры. На этом уроке мы научимся добавлять эффекты, чтобы усилить и улучшить наш фильм. Устанавливаем головку проигрывателя примерно по середине клипа. На панели инструментов открываем браузер эффектов. Двигая курсор, можно осуществить предпросмотр любого эффекта. Выбираем тот, который нам нравится. Давайте сделаем видео черно-белым. Выбираем эффект Black & White. Перетягиваем его на клип. Если появился зеленый кружок с крестиком, значит можно отпускать курсор и эффект будет добавлен. Перейдя в инспектор, можно изменять эффект. Кликаем на значок пленки. Контрольная планка для изменения эффекта появилась сверху. В этом эффекте не так много вариаций. Давайте добавим еще один эффект. Как будто мы смотрим через видоискатель камеры. Вот этот эффект называется Camcorder. Здесь мы можем менять текст, размеры, уровень заряда батареи. Можно добавить эффект, что наша камера снимает отвратительно. Берем эффект Bad TV. Можно менять уровень количества шумов и помех. Можно сделать прокрутку экрана. Итак, мы добавили в клип и откорректировали три эффекта. Мы хотим сделать то же самое со следующим клипом. Нам нет необходимости повторять все те же действия. Делаем следующее. Кликаем на клип с добавленными эффектами. В меню Edit выбираем Copy. Кликаем на клип, в который мы хотим добавить те же эффекты. В меню Edit выбираем Past Attributes. В всплывающем окне мы видим клип, из которого мы берем эффекты, и клип, в который добавляем. Эффекты, которые могут быть добавлены, отмечены. Так как в клипе были ранее добавлены эффекты, которые мы не планировали копировать, просто снимаем галочки и нажимаем Past. Рассмотрим этот клип. Баланс белого нарушен и изображение зеленоватое. На панели инструментов нажимаем эту кнопку и выбираем Balance Color. Final Cut Pro X неплохо исправляет баланс белого в автоматическом режиме. В инспекторе мы можем посмотреть до и после. О более глубокой коррекции цвета речь пойдет в следующих уроках. А в следующем, последнем уроке для начинающих, мы узнаем, как выгрузить ваш фильм для показа. Это последний урок, в котором мы научимся выгружать наше видео в различные конкретные места назначения, такие как девайсы Apple или интернет-ресурсы, например, YouTube и Vimeo. Final Cut Pro X дает возможность выгрузить фильм непосредственно из Timeline или выбрать проект в браузере. Выбираем проект в браузере и нажимаем кнопку выгрузки. Нам открылось меню мест назначения. Выбираем Apple Devices 1080p. Мы видим окно, где указано название фильма, описание, создатель фильма и ключевые слова. Кликаем на них и убираем ненужные. Добавляем нужные ключевые слова, по которым YouTube будет искать наше видео. Внизу по горизонтали дана следующая информация о нашем видео. Видеоформат, количество аудиоканалов, длительность и окончательный формат. Также виден ожидаемый размер файла. Наведем курсор на значок компьютера и можем увидеть, с какими девайсами наш фильм будет совместим. Изменить установки можно кликнув на кнопку settings. В большинстве случаев нам нет необходимости что-либо менять. Нажимаем кнопку шея. Чтобы видеть прогресс выгрузки, нажмите кнопку часиков. Когда фильм выгружен, система оповестит нас. Так как мы выбрали Apple Devices, фильм автоматически будет добавлен в библиотеку iTunes, где его можно смотреть на всех ваших подключенных устройствах. Большое спасибо, что были со мной на протяжении всех уроков. Если вы хотите двигаться дальше, подписывайтесь на наш канал, кликайте на колокольчик вверху, чтобы получать уведомления об обновлении, а также задавайте вопросы и присылайте просьбы, какую урок вы хотели бы, чтобы я для вас подготовил. Продолжение следует...